Приветствую вас. Как психолог я бы хотел немножечко опустить те аспекты, касающиеся вашего состояния, да, то есть, ну, состояния физического, да, то есть диагнозов каких-то и так далее. Я бы хотел этого опустить, потому что как психолог меня это интересует в самую последнюю очередь. Что я хотел бы заметить наоборот, что бы я хотел наоборот сказать. Я хотел бы спросить у вас о том, как вы жили до перелома голени. Ну вот вы говорите, что человеком вы были позитивным, вот. Что это значит? То есть, позитивный человек, это как? Позитивный человек, насколько. Насколько вы были довольны своей жизнью, насколько вы удовлетворяли свои желания, насколько вы были гармоничны. Вот. Не было ли у вас проблем каких-то? Вот. Были ли вы реализованы своей жизнью? Это тоже очень важный момент. Почему я об этом спрашиваю? Дело в том, что по симптомам, да, по проявлениям, скажем так, вы очень похоже описываете истероидное поведение. Это поведение, когда человек искренне верит в то, что у него имеют место быть заболевания какие-то, болезни, вот. Только для того, чтобы о нем заботились, вот. Только для того, чтобы о нем заботились, чтобы о нем беспокоились, вот. Чтобы ему давали внимание какое-то, вот. Которое, ну, ему нужно человеку. Вот. Вот по описанию очень похоже на это. Если это так, если это так, то получается, что вам просто не хватает внимания. Получается, что вам просто не хватает ощущения собственной значимости, вот. А приводность, это проявление, проявление, проявление нереализованных чувств, не выраженных эмоций, не достигнутых желаний, возможно. В общем, ну, то есть, я, конечно, не знаю, но очень на это походим, вот. Значит. Вы спрашиваете, как быть, как быть, чтобы что. Вот. 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 То есть. Что, что, что хотите по итогу. Знаете, вот раньше вы были позитивным человеком. Как бы говорить. Но это не значит, что вы себя принимали, да, и не ощущали, например, в глубине души, что вы какая-то не такая. Понимаете? Вот. То есть, вообще, у меня ощущение, что вы вопрос задаете в раздел медицины. Медицины. То есть, ваш вопрос, он, как бы, в раздел медицины больше подходит. Прям, про гемоглобин, вот это всё, это всё раздел медицины. А психологи этим не занимаются, такими вещами. Я могу сказать, что тревожность, это проявление, да, тревожность, это проявление неудовлетворенности. А невроз, если он ваш ест, это не неврозок. Неврозы, да, это психическое состояние, это психическое, это состояние психики, это психологическое состояние человека, при котором он подавляет свои желания. Подавляет, запрещает их себя. И в этом случае работа ведется по поиску этих запрещающих триггеров, моментов, вот, и раскрытию их. Чтобы нужно понять, что стоит за вашим страхом, чего вы хотите, что вы себе запрещаете. Например, вот вы боитесь, что с вами что-то случится. Это означает, что вы хотите, чтобы с вами что-то случилось. А хотите для чего? Чтобы было внимание. Чтобы вы, чтобы вы получили свою долю внимания. Ну, возможно, как одна из причин. Понятно? Поэтому очень важно проанализировать то, что с вами было вот именно до того, как вы попали в больницу. Очень важно. И без этой информации, наверное, будет весьма-весьма сложно. Именно как психолог вам что-то сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!